Тимур Олевский уже с нами на связи, шеф-редактор ньюзрума издания The Insider. Тимур, здравствуйте. Добрый день, добрый день. Здравствуйте, Тимур. Слышим вас и теперь видим. Очень приятно. Расскажите, пожалуйста, как российское общество, как люди реагируют на мобилизацию, которая продолжается, и в частности уже на то, что недавно мобилизованные люди возвращаются домой, ну, в гробах? Ну, надо сказать, что только начались новости о том, что мобилизованные люди возвращаются домой в гробах, и это еще не приняло массового характера, но уже обсуждается всеми, как только божно широко, и это естественно, потому что ведь сейчас забрали, а не надо ли объяснять, что забирают людей, которые на войну не собирались. Те, кто собирались воевать за деньги, за освобождение, за идею, или за там, я не знаю, что угодно, все на войну уже сходили. Сейчас, извините, камеру настрою, да. Вот, поэтому тревожно это все воспринимается, максимально тревожно, и я удивлен, как разделилось общество. Я не могу сказать, в какой пропорции, но точно совершенно видно, что общество разделилось на людей, которые, как, не знаю, знаете, как оглушенные, пытаются воспроизвести, я не знаю, как это правильно сказать, реконструировать, реконструировать, как Гиркин реконструктор, реконструировать себя в роли солдатских вдов, и прям вслух проговаривают это. Вот те женщины, которые, видимо, я не знаю, подвержены пропаганде настолько, что отправляли мужей с удовольствием на войну. Те немногие, наверное. Вот. И такие есть, есть такие женщины, которые вот, ну да, он уйдет, да, погибнет, да, я буду вдовой. И дальше вот как-то, видимо, себе представляется этим человеком, который такое говорит, представляется жизнь его, ее бабушки или мамы. Ну, бабушки, очевидно, по возрасту, которая рассказывала, как, значит, он не вернулся с войны, и дальше мы жили. Вот как-то так. Это тоже часть реконструкции, часть огромного оболванивания общества, в которой сыграли с людьми, потому что многие из них продолжают играть в Вторую мировую войну. Но это не большая часть общества. Большая часть общества совершенно очевидна, и это видно, что это вот, но это просто как несмешиваемые, несвешиваемые, несвешиваемые части. В шоке, потому что люди понимают, что придется воспитывать детей без отцов, и зарплату, деньги заработать, зарплату мужа, возможно, больше никогда не увидеть, а получить один раз, и то, если удастся доказать гробовые деньги, и дальше воспитывать детей в одиночку. Вот это все становится понятно, конечно. И вот реакция на первые новости о жертвах мобилизации, собственно, такая. Есть еще реакция интересная мужчин, удивительная. Хочу одну историю рассказать. Ну как удивительная, вернее, она не удивительная, она понятная, просто про это, наверное, тоже стоит говорить. Вот, например, в Нижнем Новгороде была журналистка, главный редактор издания «Коза». Она была оппозиционным журналистом, оппозиционным в таком, знаете, в настоящем смысле, в региональном смысле, очень честном. Она не боролась против Путина вообще, она боролась против беспредела чиновников на местах, которые должны, но не делают для местных жителей что-то, что должны, и ее затравили буквально. Ну, просто довели до состояния невозможности жить. Она сожгла себя в Нижнем Новгороде в 2020 году прямо возле здания МВД регионального. Да, мы, кстати, с ее коллегой общались, у нас было включение, он рассказывал, почему. Это была уже не первая ее попытка достучаться к властям мест. Да, да, да. Так вот, смотрите, вчера ее сын ушел на войну добровольцем. А как это работает? Вот у тебя мама, я не знаю, я с ним не разговаривал, я предполагаю, что есть мужчины, особенно молодые мужчины, которые поверили, и они не могут не поверить, потому что это то, что, знаете, вот, ну, они затрагивают паттерны, которых воспитывают в школе. Ты парень или не, ты пацан или не пацан, твои, значит, друзья гибнут, это твоя страна, и вот это все. То есть в этом смысле отчасти же мобилизацию Путин объявлял не ради того, чтобы набрать больше солдат, а ради того, чтобы общество почувствовало себя вот этим вот единым сплоченным обществом, которое перестает задавать вопросы о том, зачем мы воюем, и только лишь воюет. Ну, потому что если отвечать на вопросы, зачем мы воюем, то в пору сдаваться, потому что мы, ну, не правы, это очевидно совершенно. Вот. И вот этот молодой, молодой, еще раз напоминаю, очень молодой сын этой женщины славиной, он идет на войну добровольцев, где очевидно совершенно, что у него сработали вот эти вот, ну, школьные утренники, и пацанская правда, стриггернули в нем и заставили его идти на войну. В этом смысле общество очень по-разному на это реагирует, а часть общества, как вы знаете, реагирует тем, что убегает от этой войны, это огромная часть. Ну, понимая, что если их, если они не убегут, то их заставят воевать, поэтому им надо оказаться не в России. В этом смысле лучше, чтобы их точно в России не было, потому что ничего хорошего в том, чтобы их отправили на фронт, не будет. А часть общества, как вы понимаете, реагирует, как вчера в Белгородской области, где в полной мере, судя по всему, проявилось, ну, как бы, объяснение того, какая Россия и империя, и насколько люди, которые идут на эту войну, не объединены общим делом, да, то есть непонятно до конца, что там произошло, но создается впечатление под первым отловичным событием, что затравили или задразнили, или оскорбили по религиозным соображениям каким-то, ну, например, оскорбили их веру таджиков, которых набрали в армию. Ну, в смысле таджиков, я еще раз объясню, таджиков, в смысле граждан Таджикистана, оскорбили, довели до какого-то состояния, когда они взяли в руки автомат и застрелили 11 человек, а 15 ранили. Вот. Тоже, кстати, да, и еще тут есть один момент, конечно, что Путин делает. Вот когда война начиналась, на войну шли люди, первопрофессиональные военные, которые не понимали, видимо, зачем они воюют, ну, и как они воевали, вы видели, начиная от Бучи, заканчивая всеми остальными местами, где они воевали, да, потом пошли люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Зэки, люди, которые пошли деньги зарабатывать, да, но это все были люди, как не лучший сорт людей с точки зрения человеческого капитала. В Украине воюют люди за свою родину, и на войну идут лучшие люди. В том числе и умные люди. Очень много умных людей воюют, поэтому они умно воюют. Сейчас Путин чёсом прошелся по всем вообще стратам общества. От, знаете, от программиста до шофера, или там, я не знаю, от кого угодно до кого угодно. От шахтера до ученого. И там и набрал, например, 300 тысяч человек. Ну, можно вполне предположить, что из 300 тысяч человек он набрал 30 тысяч умных людей. Просто по статистике. Среди этих 300 тысяч человек каждый десятый точно не дурак. Не в смысле, что другие дураки, а в смысле, знаете, выше среднего. То есть он может, если не быстро бегать, то здорово думать на поле будет. Теоретически, теоретически, теоретически. Он набрал людей, которых он хотел в самом начале отправить на войну, чтобы они, значит, умно и здорово побеждали Украину. Правда, набрал он их силой. Набрал он их каждый десятый умный должен быть с девятью менее умными. Или людьми, которые вообще первый раз в жизни автомат держат в руках, но очень всегда мечтали пострелять. Или ещё каких-то людей. Или людей, которые мечтают только повернуться и вернуться назад домой. Ну, то есть, если бы эти люди были отдельно собраны в бригады или батальоны, наверное, у них бы получилось хорошо. Но в том виде, в котором сейчас, просто будет, вероятнее всего, перемалывание умных людей, чтобы их становилось меньше в России. Это тоже все понимают. Потому что все же видят, что происходит с людьми, которых забирают из вузов. Или людьми, которые работают на предприятиях. Вот последнее, что скажу очень коротко. Вы, наверное, мы писали на этой неделе две новости про айтишников. Айтишников компании МТС и Сбербанка. Которые работали удалённо. Ну, после ковида многие работали удалённо. И продолжали бы работать. Потому что они не собирались участвовать в войне. Но им сказали, что они должны либо вернуться, равно отправиться на фронт. Либо их уволят. Ну, что тут можно сказать. Останетесь вы без айтишников, которые могли бы для вас делать что-то полезное, а будут делать для кого-то других стран. Айтишников под прощание славянки, под другие марши отправляют, сажают в автобусы, в маршрутки и увозят на фронт. Ну, так сказать, это Россия. Каждый имеет право выбирать, где жить. Для вас вопрос следующий. Вы же слышали про то, что Путин сказал, что из 300 тысяч уже 222 тысячи мобилизированы. И осталось всего лишь 2-3 недельки, и все процессы закончатся. То есть мы, с одной стороны, видим абсолютный хаос, непринятие большой части общества. Наверное, не всей, конечно, но большой части общества мобилизации. Непринятие абсолютно точно. А с другой стороны, успокаивающий Путин, когда говорит, что все будет хорошо. Но он не успокаивает. Он, похоже, решил закончить это, потому что... Так вот вопрос. Вы думаете, он действительно решил это закончить, поняв, к чему это приведет? Или он просто лжет и все будет продолжаться? Не, ну он, конечно, лжет и все будет продолжаться, но он заявляет о том, что это закончится, именно потому что он понимает, к чему это приведет. И, кстати, с этой цифрой тоже надо быть осторожным, потому что, во-первых, что я сказал Путину, во-вторых, ее невозможно проверить. Я специально потратил довольно много времени в этот день, когда он это произнес, поговорил с разными людьми, которые считают. Они говорят, что это непонятная цифра совершенно. То есть она может быть и правильная, а может и неправильная. А в какую сторону, кстати, ее корректируют? В сторону увеличения или уменьшения? Я бы в сторону увеличения корректировал. Потом очень просто ее корректировать в сторону увеличения. Объясню, как. Смотрите. 100 тысяч человек были призваны в прошлом году. И как только сейчас в октябре у них закончился срок службы годовой, они должны были получить приказ Дембель отправиться домой. Очевидно, совершенно домой они не отправились, они отправились на войну. Плюс 100 тысяч еще призовут только по призыву. Ну и вот всех тех, кого сейчас ловили по планам. Судя по тому, что планы региона выполняют почти на 100%, некоторые. Ну некоторые, вот как Москва, на 50 за это их ругают. Я думаю, что в общей сложности полмиллиона людей, они к концу этих двух недель, они, я имею в виду, люди, которые мобилизацией занимаются. И в общей сложности они как-то себе там наберут. Непонятно только... То есть это не значит, что они 500 тысяч человек отправят на фронт. Это я очень грубо оцениваю, пытаясь понять логически, что так они считают. Потому что реально направить на фронт такое количество людей просто не на чем. Нечем. Ну и как вот мы говорили в самом начале мобилизации, я даже удивлен. Знаете, приятно, когда ты теоретически представляешь себе, как все устроено, а потом практически видишь, что все устроено именно так, как ты себе представлял. Понятное дело, что этих людей не во что одеть, не во что обуть. И нет достаточного количества нового там или даже старого оружия, чтобы им это раздать, чтобы они пошли воевать. Но... А тем, кому раздают это оружие, те вот как в Белгородской области. Поэтому... Но я думаю, что в сторону увеличения. И думаю, что заканчивается эта кампания именно потому, что она в обществе вызвала... То есть, понимаете, какая штука? Он пытается все время позвать Россию на войну. И даже несмотря на то, что она длится уже вот сколько месяцев, 8 месяцев, да? И несмотря на то, сколько уже пропаганды вылита и сколько жертв и прочее, прочее. А Россия на войну все равно идет из-под палки или не идет. Вот. И более того, Россия начинает предъявлять претензии людям, которые отправляются на войну. Ведь Великая Отечественная война для Сталина была в определенном смысле проблемой, когда вернулись ветераны. Ветераны вернулись со словами «мы воевали, мы заслужили свободы и уважения к себе». И там много лет было потрачено на то, чтобы они забыли о том, что такое свобода и уважение к себе. И сейчас то же самое будет. Ну да. Я думаю, что Путин это чувствует тоже. Ну потому что социология чувствует это, очевидно, совершенно. Да, социология – это отдельная тема, будет интересно ее с вами также обсудить. Спасибо вам огромное. Тимур Олевский, российский журналист, был с нами на прямой связи.